совершавшими полеты на Аляске и в Бирбе. Летом 1946 года, на первом после войны воздушном параде в Тушино, был показан отечественный вертолет конструкции Ивана Павловича Братухина, Омега-2. Эскизный проект первой Омеги был утвержден в июне 40-го года, а первая машина увидела свет в августе 41-го. Но эвакуация ОКБ прервала на год работы по вертолету. С сентября 1944 по осень 1945 года, Омега-2 проходил испытание, а затем использовался для обучения и тренировок летного состава. Но вскоре после парада, из-за износа двигателей и отсутствия запасных, он был снят с эксплуатацией. Тем же летом 1946 года, Камов, собрав группу энтузиастов и студентов МАИ, приступил к постройке легкого одноместного вертолета соосной схемы Ка-8. Несмотря на неудачи и сомнения своих коллег, Камов решил воплотить в жизнь неподдающуюся, но весьма перспективную соосную схему несущих ментов. В середине 19 века в архивах Миланской библиотеки были найдены записи и рисунки Леонардо да Винчи, относящиеся к 1475 году, в которых он высказывал возможность применения винта Архимеда при постройке летательного аппарата. В 1739 году Михаил Ломоносов разработал схему аппарата с двумя несущими винтами, расположенными на одной геометрической оси и вращающимися в противоположных направлениях. Так называемая двухвинтовая соосная схема, предложенная ученым, до сих пор является одной из основных классических схем вертолета. С середины 20-х годов авиаконструкторов все больше стало занимать идеей создания летательного аппарата вертикального взлета. Многих привлекала инженерная разумность соосной схемы, состоящей из двух несущих винтов, расположенных один над другим. Они взаимно уравновешивали реактивные моменты, при этом не расходовалась дополнительная мощность на парирование вращения летательного аппарата. Вертолет такой конструкции был бы более компактным и маневренным. Конструкторы хорошо понимали потенциальные возможности такой машины, но на практике все оказывалось куда как непросто. Продолжение следует... 12 ноября 1947 года К-8 «Иркутянин» соосной схемы с форсированным 45-сильным мотоциклетным двигателем М-76 поднялся в воздух. Выполнил первый свободный полет по кругу подполковник Михаил Гуров, испытывавший до этого вертолеты «Братухи». Испытания шли достаточно успешно. Но совершенно неожиданно Минавиапром приказом от 1 июня 1948 года прекратил финансирование работ под К-8. В начале июля того же года, незадолго до дня авиации, на испытаниях К-8 побывал командующий авиацией Московского военного округа Василий Сталин, который занимался подготовкой ежегодного воздушного парада в Тушино. Он осмотрел аппарат, остался очень доволен увиденным и приказал готовиться к параду. Для парада в Тушино была подготовлена программа полета. Вертолет должен был подняться с платформы грузовика, сделать круг над полем, зависнуть перед правительственной трибуной и совершить посадку на грузовик. Заранее запустил двигатель, Гуров раскрутил винты и, взлетев на платформу ЗИС-5, стоявшего прямо напротив правительственной трибуны, стал ожидать команды на взлет. До взлету по программе оставалось меньше минуты. Вдруг К-8 стал соскальзывать с грузовика. То ли из-за того, что платформа была слегка наклонена, то ли из-за разности давления в баллонах, и Гурову ничего не оставалось, как взлететь. В конце полета произошла еще одна неожиданность. Когда К-8 завис перед трибуной, двигатель, угрожающе чихнул, собираясь заглохнуть. Не трогая рукоятки газа, летчик медленно опустил вертолет на землю рядом с грузовиком. На следующий день после парада Камова вызвали в министерство, где ему были переданы поздравления Сталина и заинтересованность адмирала флота Кузнецова. 7 октября 1948 года министр авиационной промышленности СССР подписал приказ об организации нового конструкторского бюро, руководителем которого назначался Камов. Новому коллективу получалась разработка легкого вертолета палубного базирования, который мог бы использоваться для обеспечения связи между кораблями военно-морского флота и ведения за горизонтной разведки над морем. И вскоре вертолет, получивший обозначение Ка-10, был построен. К тому времени в ГОКБ Миля проходил испытание вертолет Ми-1. Испытания Ми-1 шли успешно. Но в марте 49-го года, когда основная часть испытательной программы подходила к концу, из-за разрушения по сварке вала рулевого винта произошла катастрофа, унесшая жизнь летчика-испытателя Михаила Байкалова. За год до этого испытания вертолета Б-11, конструкции Ивана Протухина, были прерваны аварии и гибелью экипажа летчика Пономарева. 8 октября 1949 года проходил очередной испытательный полет. Пилотировал Ка-10 летчик-испытатель Михаил Гуриев, один из основателей ОКБ и близкий Брук-Камбур. С целью снизить расход топлива полет выполнялся на пониженных оборотах. Даже при номинальных оборотах винтов окружная скорость концов лопастей была 118 метров в секунду. При уменьшении оборотов на 5% на отступающих лопастях происходил срыв потока. Вероятно, именно в такой срыв потока с лопастей и попал еще. Вертолет скабрировал, летчик перевел его в планирование, но машина скабрировала еще раз. Лопасти сложились, и она упала. Гуров умер по дороге в больницу. Постепенно выстроилась цепочка загадочных летных происшествий. И вопрос о срыве потока с лопастей несущего винта все более стал приобретать характер не теоретического рассуждения, а жесткой реальности. После катастрофы Миль заявил, что соосные вертолеты вообще не могут авторотировать, то есть плавно снижаться с выключенным двигателем. Это произвело очень большое негативное впечатление, особенно в Минавиапроме. Предположение Миля о невозможности авторотации можно было опровергнуть только практикой. После серии испытаний в 1951 году состоялось решение Бюро по военным и военно-промышленным вопросам при совмине СССР о постройке войсковой серии вертолетов К-10 для военно-морского флота. Вертолеты летали с кораблей различных классов, от бронекатеров долинкоров, выполняя задачи по наблюдению и связи, визуальному поиску мин и подлодок, корректировки арт-огня и буксировки спасательных лодок с людьми. Впервые была создана и отработана методика летно-морских испытаний вертолетов и заложена основа их корабельной службы. Летом 1951 года гости праздника военно-морского флота в Химках впервые увидели К-10. К тому времени в акте по госиспытаниям уже появилась запись вертолет К-10 в пилотировании на всех режимах доступен для летчиков средней квалификации и по своим тактико-техническим данным может быть принят на вооружение в авиацию в АМЭР. Мощным толчком в развитии вертолетостроения послужила война в Корее. Широкое применение вертолетов в ходе боевых действий было обусловлено особенностями, с которыми пришлось столкнуться вооруженным силам стран-агрессоров. Сильно пересеченный рельеф Кореи, обилие труднодоступных мест, небольшая протяженная железнодорожных и шоссейных дорог, а также базирование значительной части войсковых соединений на кораблях и необходимость поддерживать с ними регулярную связь. С 1950 года и за весь период боевых действий вертолеты армии США показали высокую эффективность и получили среди военных признание как новое высокомобильное средство военной техники. Вертолеты применялись для высадки десанта, ближней воздушной разведки, связи, выбора огневых позиций, эвакуации ранее. Это не могло не отразиться на общем отношении к вертолетам как в США, так и в СССР. В 1951 году был запущен в Сирию и вскоре стал поступать на вооружение